Последняя хоккейная встреча в этом сезоне состоялась на ледовой арене Дворца Спорта Труд. На лёд вышли два титана ненецкого хоккея. Команды «Полярные волки» и «Пингвины» Дмитрий Марков наблюдал за хоккейными баталиями. Игра между «Полярными волками» и «Пингвинами» была решающей в этом сезоне. Команда «Пингвины» знала, что если выиграют волки, то у них первое место. Поэтому с первых минут игры они как можно чаще всей командой уходили в нападение. Поддержать свою команду пришёл талисман «Пингвинов». Капитан команды «Пингвины» признаётся, что к игре подготовка шла хорошо. Тренировок не пропускали. Команду «Полярные волки» оценивают как довольно сильного соперника. У них очень хорошая защита, во-первых, и очень хороший вратарь. Сегодня пару таких моментов он очень красиво отбил. Но всё же пропустил одну виртуозную шайбу в середине второго периода. Встреча между командами «Пингвины» и «Полярные волки» закончилась со счётом 1-0. Сразу после завершения матча состоялось награждение команд и лучших игроков этого турнира. Так, лучшим нападающим становится игрок команды «Пингвины». Лучшим защитником стал Сергей Паромов, игрок команды «Полярные волки». А лучшим вратарём стала единственная девушка вратарь в Ненецком автономном округе Юлия Филипова, игрок «Росомах». В этом сезоне пропустила 17 шайб. Собирается продолжить свою хоккейную карьеру в большом спорте. Я поступаю в университет имени Ленков, а на кафедру теории методики хоккей. Я хочу в большой спорт, дальше продвигаться, можете в женское «Динамо» и так далее. А также вратарём, да? Да, да, да. А пробовали кроме «Пронтарс» учили в управляющих защитников? Я когда только в Ледовый пришла, я играла игроком, бегала в защите, но мне как-то я с детства хотела в воротах. Вот вы девушка, да, вот почему именно в хоккей выигрываете? Сколько лет занимаетесь? Ну, года два занимаюсь. Не знаю, до этого занималась пауэрлифтингом. Мне просто очень нравятся такие командные виды спорта. Вот я решила прийти в хоккей, как-то затянуло, понравилось. С парнями, с мужиками, обстановки такие все классные, мне все нравится. После того, как наградили лучших игроков турнира, перешли к награждению команд, занявших призовые места. Так бронзовым призером стала команда «Росомах». Серебро себе забрала команда «Пингвины» и первое место у команды «Труд». Я считаю, подготовку, наверное, больше всего подготовку. Мы же много тренируемся из-за этого. Ну, может, где-то и опыт у нас, и опыт, и молодость. Одна пятерка ветераны такие, а другая совсем молодые ребята. После закрытия сезона командам дается немного времени отдохнуть и приступить к подготовке к следующему сезону. Дмитрий Марков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Дмитрий Марков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».